То есть это риск. У нас в Казахстане выходит на медик и знает, что он сядет минимум на 15 суток. То есть вот если в Украине выходят транспарантами, они знают, что постоим, покричим, мы уйдем. А там люди выходят, они знают, что вышли, значит мы должны сесть. То есть заранее готовы к этому. То есть люди как народовольцы из прошлых веков понимают, что жертвуют собой. Ради чего? Есть какой-то свет в конце туннеля? Есть понимание, когда и в какую сторону поменяется политическая ситуация в республике Казахстан? Есть мечта, есть идея о том, что Казахстан не будет демократическим государством. В это многие верят. Это должно быть. К этому стремятся. Люди рискуют, некоторые отдают свои жизни. Но это как в Украине в свое время происходило. Многие умирали, на Майдане умирали. Это сознательный процесс у многих, у некоторых несознательный процесс. Но в целом есть такое желание, что надо двигаться, все равно надо изменять страну. Потому что страна такими...